Путинский режим начал готовиться к возможным бунтам или массовым протестам. Госдума проголосовала за пожизненные сроки для организаторов вооруженных мятежей. Несмотря на пустующие существующие тюрьмы, в России строят новые суперколонии. Кремль начал бояться так называемых героев, так называемое СВО. Ведь это люди, которые имеют боевой опыт. И они могут снова взять оружие в руки. Хотя еще недавно Путин говорил, что они новая элита России. Именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Чего боится Кремль? Насколько в России растет недовольство Путиным? Возможно ли в диктаторском режиме протесты или восстания? Кто может их возглавить? На России запахло жареным. Режим готовится к худшему для себя сценарию. Депутаты Госдумы одобрили ужесточение наказания за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения. Сейчас максимальное наказание по этому обвинению составляет 20 лет лишения свободы. Новый документ вводит дифференциацию ответственности в зависимости от степени вовлеченности в преступление и причиненного ущерба. В пожизненный срок будут назначать в том случае, если мятеж повлек тяжкие последствия, включая гибель людей. В Кремле, не только в Кремле, но и среди политического руководства российского агрессора, где-то действительно продолжает бродить призак Пригожина. И никак не может успокоить нынешних политиков, нынешний эстеблишмент. Поскольку все понимают, что в Российской Федерации гораздо более реалистичен вариант определенного дворцового переворота, нежели каких-то массовых митингов, каких-то там демократических изменений. Понятно, что именно делается упор на быстром смещении власти. Именно поэтому для того, чтобы предупредить будущие такие, как считает Путин, нарушения конституционного строя Российской Федерации и так далее, вводятся и соответствующие изменения на уровне Государственной Думы. В вопросе усиления наказания за мятеж Кремль пошел на хитрость. В Госдуме предложили освобождать от уголовной ответственности того, кто добровольно и своевременно сообщит о подготовке вооруженного мятежа или как-либо поспособствует предотвращению ущерба интересам России. Хотят, чтобы любые источники информации все-таки доходили о будущих возможных мятежах, которые могут готовиться. Ну, а, кстати, опять-таки это фактически является непрямой констатацией того, что российские спецслужбы сегодня не обладают достаточной информацией касательно рисков для непосредственно Путина, для его режима. Это как раз показывает о том, что российская агентура ослабевает не только в западных странах, за границами РФ, но это происходит непосредственно в самом государстве, несмотря на существующие мифы о всесильности российского ФСБ и других органов. Поэтому, на самом деле, это да, это вопрос того, чтобы найти определенное поощрение. Я не удивлюсь, если ко второму чтению там вместе с помилованием они еще там пару миллионов рублей пропишут, вот, как вознаграждение за сообщение о подготовке мятежа. Поскольку деньги у кремлевского руководства есть, и они готовы приложить все ресурсы для того, чтобы сберечь свое присутствие у власти. Ужесточить наказание за мятеж Кремль решил после вооруженного восстания главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. 23 июня 2023 года его наемники захватили командование Южного военного округа в Ростове-на-Дону и объявили марш справедливости на Москву, чтобы добиться отставки действовавшего на то время министра обороны России Сергея Шойгу. По ходу движения колонн вагнеровцы сбили 6 вертолетов и один самолет Ил-22. Официально власти подтвердили гибель 10 пилотов. Путин из бункера дрожащим голосом тогда назвал мятеж предательством и пообещал отомстить, мол, ответ будет жестким. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Рядовые наемники так называемого марша справедливости Пригожина не понесли никакого наказания. Возбужденное уголовное дело было закрыто спустя несколько дней, однако ровно через два месяца, 23 августа 2023 года, сам Пригожин и несколько его соратников погибли при загадочных обстоятельствах в результате крушения бизнес-джета. Самолет разбился в Тверской области в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае. Что происходит сейчас в России? Неужели возможно повторение подобного мятежа? Однако обозреватели отмечают, что в стране растет недовольство властью как среди элит, так и рядовых граждан. Особенно это ощущается среди военных. По результатам опроса Левада-центр, в России выросло число граждан, которые считают, что вторжение в Украину принесло больше вреда, чем пользы. В сентябре об этом заявили 47% жителей страны. Для сравнения, в мае 2023 таких было 41%. Одновременно снижается число россиян, считающих, что война против Украины идет успешно. Если в феврале текущего года таких было 70%, то в сентябре их доля уменьшилась до 60%. Эксперты считают, что у россиян постепенно накапливается усталость от войны, хотя пока что никаких драматических изменений в настроениях не происходит. Даже такие нейтральные формулировки показывают действительно рост недовольства среди непосредственно россиян в нынешней ситуации. Да, понятно, что поддержка Путина, как таковая, она на большом уровне. Что бы Путин ни сказал, все равно его поддерживают. Но это абсолютно рабское мышление, которое, к сожалению, сейчас характеризируется внутри непосредственно Российской Федерации. Но все равно действительно такими нейтральными формулировками, которые сейчас фактически правообладают в опросниках, мы можем действительно увидеть определенный рост недовольствия. Ну и опять-таки Россия — это не только Москва, это не Питер. Россия имеет десятки и десятки субъектов Федерации. В каждом субъекте своя жизнь. И те вопросы, которые, ну, фактически придавливались федеральной властью, для того, чтобы они не решались, сейчас они выходят на вершину айсберга. Понятно, ждать от российской серой массы каких-то протестных настроений не приходится, хотя ситуация в стране ухудшается. Да, пока зарплаты платят, но эксперты считают, что скоро с этим будут проблемы. Кремль все деньги вбрасывает в войну. И как только появится новый лидер или главарь, народ может потянуться за ним. Война против Украины становится катализатором ряда нерешенных проблем и, соответственно, повышения недовольства со стороны рядовых россиян. Ну и плюс все-таки то, что война непосредственно переносится на территорию РФ, это и Курская операция, это и ряд эффективных и продуманных массированных дроновых атак по военных объектах РФ, по энергетической инфраструктуре, которая используется российскими военными. Это все сегодня воспринимается россиянами и, конечно же, не дает дополнительных каких-то политических баллов непосредственно Путину. Хотя Путин, конечно, это использует с точки зрения пропаганды. Вот смотрите, там, на наш дом напали. Но пока еще эта пропаганда не показала свою эффективность с точки зрения повышения притока контрактников на войну с Украиной. Кремле понимают, что рано или поздно точка кипения у рабов наступит, режим готовится к наихудшему сценарию, строят новые тюрьмы под новых заключенных. И это при том, что за последние годы количество зэков в России сократилось втрое. На сегодня за решеткой находится 250 тысяч человек. С начала полномасштабного вторжения из российских тюрем на фронт было завербовано более 100 тысяч заключенных. Тюрьмы настолько опустошили, что летом прошлого года Минфин предложил остановить работу 57 колоний из-за ненужных трат. В некоторых исправительных учреждениях, рассчитанных на полторы тысячи человек, на самом деле содержится всего 300 заключенных. Но обозреватели обращают внимание на другой аспект. Увеличение бюджета Федеральной службы исполнения наказаний. На следующий год тюремщика Кремль выделит 422 миллиарда рублей. Деньги пойдут не на повышение зарплаты или улучшение условий пребывания заключенных, а на внимание строительства новых супертюрем. Официально их называют учреждения объединенного типа, которые будут включать в себя СИЗО, колонии разной степени строгости и другие сопутствующие учреждения. Всего их планируют построить в 29 регионах, включая оккупированные части Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Первые собираются возвести близ Калуги и Улан-Удэ. Однако против этого выступают местные жители. В апреле этого года калужане организовали пикет и сбор подписей против строительства. А жители Улан-Удэ, где ради строительства суперколонии собираются вырубить 160 гектаров леса, несколько месяцев назад вышли на митинг под экологическими лозунгами. В Кремле считают, что строительство супертюрем прежде всего выгодно. На каждом заключенном можно будет сэкономить 20-30%. Станет дешевле логистика и перемещение заключенных. На самом деле централизованные тюрьмы режиму нужны для того, чтобы уничтожать неугодных. Там будут не только камеры, но и психушка. На самом деле вполне очевидно, что в Российской Федерации использование тюрем не направлено на исправление граждан, которые где-то нарушили криминальное законодательство и так далее. Оно направлено на то, чтобы получать дополнительный бесплатный ресурс. Будь то в военных операциях, будь то в экономических проектах. Мы же понимаем, что при тюрьмах ряд предприятий существует. То есть, по сути, это развитие такого общества в обществе, которое действительно как крепачество. Фактически это крепачество в 21 веке, и для этого и строят новые тюрьмы, для того, чтобы увеличивать соответствующий человеческий ресурс, который может использоваться российскими властями. Уже сейчас в России растет количество политических заключенных. Режим не жалеет ни взрослых, ни стариков, ни даже подростков. В первой половине 2024 года количество приговоров, вынесенных подросткам по политическим статьям, таким как государственная измена, оправдание терроризма, диверсия, нарушение работы транспорта и теракт, увеличилось более чем в три раза по сравнению с довоенным временем. Также Кремль вернулся к когибистской практике отправлять неугодных в психушки. Как сообщает Центр защиты прав человека, мемориалы российские суды по политическим мотивам отправили на принудительное лечение почти 50 человек. Правозащитники отмечают, что пациенты могут находиться на так называемом лечении до так называемого выздоровления, то есть бессрочно. Российская Федерация недалеко ушла от советских методов притупления гражданской активности. И мы видим, что действительно либо людей сажают лайк в социальных сетях, либо в первой половине 2024 года количество приговоров вынесено подросткам по политическим статьям. Таким как государственная измена, оправдание терроризма, диверсия, нарушение работы транспорта и теракт. У меня даже были определенные знакомые, которые прошли такие испытания. И это как раз говорит о том, что Россия не меняется. Россия застряла ментально в 20 веке в параметрах холодной войны. И в том числе это и отношение к собственному народу, который, видимо, провинился тем, что еще не сидит, еще не размещен в закрытых лечебницах. И, соответственно, российская власть ищет дополнительные поводы, как же организовать людям соответствующий тюремно-медицинский курорт. Но вернемся к возможным протестам в России. Еще в конце лета руководитель главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в Кремле боятся и пытаются предотвратить восстания, которые серьезно могут дестабилизировать ситуацию по всей России. Да, на сегодняшний день в России маловероятны массовые протесты или бунты. Для этого, как минимум, нужен сильный лидер, которого в России нет. Кроме того, режим Путина адаптировал систему так, что у россиян практически нет запроса на акции протеста. Но Буданов считает, что в один момент может появиться человек, который скажет, что все это неправильно, надо как-то иначе. Тогда люди, которые еще вчера кричали «Путин наш царь», начнут призывать идти на Москву. Главный разведчик Украины считает, что уже очерчены региональные лидеры этнических меньшинств, которые могут протестовать против Путина. То, что сейчас это происходит, это действительно констатация факта, что Путин боится. Путин боится того, что его сместят намного быстрее, нежели даже завершится его нынешний срок пребывания у власти до 2030 года. И это в том числе может стать следствием необдуманных действий касательно ситуации с Украиной, а также внутриэтнические вопросы, которые сейчас происходят в РФ. Мы видим вот эту кровную месть со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова против сенатора Дагестана Керимова. И это вот как раз один из элементов, когда путинская власть ничего не может сделать с тем, что происходит у них под ногами. И у них, грубо говоря, мы видим сейчас столкновение Кадырова против Вайна, главы администрации Путина. То есть уже начинаются такие между собойщики, разборки, которые легко, при необходимости, могут решить, что Путина пора менять. Поэтому и принимаются соответствующие изменения в Криминальный кодекс РФ. Недавно в интервью украинским СМИ советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что есть два потенциальных лидера, которые могут возглавить мятеж в России. Один из них находится на территории Украины, и украинская разведка активно работает на этом направлении. Там даже, можно сказать, не два таких потенциальных лидера сопротивления. Их больше, но, понятное дело, их пытается вычислить. И непосредственно сам Путин пытается вычислить ФСБ. И для того, чтобы не произвести фальстарт раньше времени, я думаю, что они о себе так не будут заявлять. То есть они вынырнут в необходимый момент на волне общего негодования. Либо это же произойдет как раз в результате непосредственного дворцового переворота, когда даже российское общество вначале не поймет, что действительно произошло смещение Путина с изменением политики. Может даже произойти определенный переходной период, когда публично будет продолжаться путинизм, но де-факто, де-факто власть сменится с изменением и внешних ориентиров, и внутренних в реализации политики. Бывший командующий армией США генерал-лейтенант Бен Ходжес не исключил, что ближайшее окружение Путина может отстранить его от власти, если он не остановит войну в Украине. Генерал не исключает, что санкции могут стать ключевым фактором в падении Путина, поскольку олигархи сильно недовольны подобными ограничениями. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в интервью изданию «Экономист» заявлял, что в руководстве РФ еще немало рациональных людей. Они будут думать и действовать, когда поймут, что цена сохранения Путина при власти выше, чем без него. Как бы не хотелось путинскому диктатору, но все-таки сейчас Российская Федерация напоминает закрытую, запечатанную емкость с бурлящей внутри водой, которую привели к стадии кипения. И рано или поздно прорыв давления все равно произойдет. Опять-таки, для того, чтобы внедрять важные общественные изменения, достаточно 10-15% пассионарного населения, представителей гражданского общества. Как раз с гражданским обществом Путин воюет всю свою коденцию общую, если брать его 5 сроков и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что все равно в Российской Федерации никуда не деваются. И вот эти напряжения, наоборот, они накладываются один над другой, и мы видим такой накопительный кумулятивный эффект, который рано или поздно, конечно же, сработает непосредственно против нынешней кремлевской власти, против путинского режима. Уже сейчас российские ультрапатриоты открыто говорят, что войной против Украины Кремль разрушает Россию. Отставной генерал Леонид Ивашов прогнозирует, что по итогу так называемое СВО Россия распадется на десятки государств. То, что, значит, происходит в сфере обороны, вот, все делается, ну, иначе я объяснить не могу. Вот именно планомерно, чтобы Россия рухнула. И тогда кому-то все богатства достанутся, а у нас появится там 20, может быть, 22 очень независимых государств, типа там, Тыва, Башкортостан, Татарстан и так далее. Вот. И все идет по этому плану график. Вот это нужно учитывать. Вот кто-то на этом наживает. Сегодня вот тоже есть экспертные данные, кто и как наживается вот на этой СВО. СВО, да. И промелькнула цифра, я даже не помню где, что вот за два года вот этих военных действий заработали 36 миллиардов долларов. В начале 2024 года Путин имел неосторожность заявить, что так называемые герои, так называемое СВО станут настоящей элитой, которой можно будет передать Россию. Мол, на фронте находятся 600 тысяч человек, которые должны стать основой российского государства. Вот они и должны выходить на ведущую позицию и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге. Но на самом деле именно участники войны против Украины являются одной из угроз для режима. Сменщик Путина, Дмитрий Медведев, начал оправдываться, мол, участникам войны в Украине после ухода со службы не обязательно становиться депутатами, они могут заняться другими делами. Этими словами он фактически бортанул так называемых героев. Он косвенно заявил, что они были нужны Кремлю только как пушечное мясо, этим самым добавив ненависти к режиму от военных. Они выжили на фронте, вернулись домой, на гражданке нет работы за хорошие деньги. За убийство украинцев Путин платил в несколько раз больше, но они хорошо обучены обращению с оружием. Их запросто могут привлечь для нового похода на Москву. Период военных действий – это период высшей консолидации общества вокруг лидера страны для достижения цели, а именно победы над врагом. Как только победа достигнута, а мы все ждем ее и надеемся на ее скорое пришествие, возникает другая повестка дня. Так было у нас в стране, так в других странах происходит. И к этому надо готовиться. Эксперты считают, что недовольство Путиным и его режимом нарастает, а запрос на протесты в российском обществе увеличивается, особенно среди военных. И у этого запроса непременно появится свой проводник – новый Пригожин. Вопрос только времени. Россию ждут непростые времена.